ваша праведная борьба с неверными не 100 а у меня никогда не было такого не осталось незамечено и отлично отправлю вам послать деньгами которые должны помочь вам в этой нелегкие времена они не я не могу принять такой дар это не 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 папа гонори спасибо спасибо за 700 мы их инвестируем он там четыре года мы их в золотые ворота инвестируем приезжайте там на это приезжайте да посмотрите восьмая серия за русь за киев объединение славян и вот такие вот у сище у нашего царя игоря вы просто посмотрите справжний козак максим козак залезняк только не максима игорек но кстати по поста там у него 12 дипломатии 15 военка и 16 управления тут все очень хорошо конечно интриги 6 маловато очень но ничего но я думаю ничего у нас вот такой вот совет есть еще довольно талантливый ну кроме матвея сегодня что сегодня мы опять будем воевать со славянским язычеством куявия богемия великая польша объединяется славян венгрии вот есть он гор бихар бихар венгрия но на и но на это все на раб нам уже нужно нужны будут претензии тарунь вот есть вот есть ангенбург да они не входят но почему бы не захватить с другой стороны ангренбург ангербург ангербург какое чудесное название ангербург к тому же славянское язычество русская как бы русская только славянское язычество поэтому даже в культуру нашу обращать не нужно будет не будет особых проблем видишь полностью собранная армия минус 3 единицы вроде так ни одна женщина не отвлечет меня чили у меня то такие усы как вообще какая-то женщина может меня от чего-то отвлечь а у нас еще и 20 воен каля то есть лучше нас есть только один какой-то маршал вот этот великий князь ради салаф так ну что вижу эту войну мы уже получили верность вместо истовая вера выкуп 50 золота а казнить мне у нее католичество мы ее не казним его жену так то у нас вообще там в узниках герцог аэронут а мы не можем никого казнить у нас и страдать граф викон ну зато денег стоит сколько на рубин 150 до 160 золота у нас есть какие-то союзники вообще на самом деле не помню бенкан беноветта кстати беноветта это всего что у нас это герцогс то есть она придет к нам на помощь всего за 250 паристирует слушай это круто куяви сколько союзникам 12000 настолько же у нас по армии еще слабенько тут 9 200 вот тут кстати можно попробовать вполне на венгрию нам бы претензию с венгрией можно было повоевать или на бихар или на унгвар на унгвар можно попробовать сделать претензию так то сразу вот так так можем получить управление тут мы военную выгоду и херегель взяли давайте сборщик налогов ооо да нам повезло на весь унгвар на весь унгвар претензия претензия наш мое почтение претензия наш шаришь блин только вот сколько будет армию собирать стоит денег так то нам далеко вся армия не нужна что на 1200 если какой-то союзника не будет еще этого союзника на 1200 сейчас посмотрим может часть армии попросту распустим что то нет еще кавалерия вот один рыцарь распустить стрелки ну ладно вот тоже можно распустить тут должно быть так а у нас одно орудие чтобы еще были атак я думаю проблем никаких не будет ваш новый наследник и что у интеллект но у нас они у нее не интеллекту евгений слушай о чем ее взяли так себе а точно этому максиму нашему выбирали как мы его назовем так и игорек отца на шо звали ярослав поэтому матвей станислав как же мы тебя назовем ярополк так мы его назовем объединитель нет ладно будет за вас и киев готова киев надо было уже тогда вот на 27 а ну это тот который был он просто просто свой шлем снял ну и следующего называем хоррив так кстати часть армии возьмем и пойдем сразу разобьем от этого дружка пирожка в итоге решил остановиться вам достаться вас наследство королевства новгород не было и не менее 5 других титулов персонажа королева переезд лава а тут что за война началась не понял принц феодот ведет войну предъедуя на титул королевства калец каруси чё чё а чё у нас эту войну вязали я не понял прикол как это произошел что за прикол как как почему не ну мы с первую очередь работаем по унквару очевидно там уже меня не особо заботится на самом деле что произойдет с этим с королевством галецкая русь потому что это все мои вассалы воюют и почему-то меня в эту войну ввязали у нас вязали эту войну я не понимаю почему как ничего не случится что ой нет нет открыл сейчас вот смотри вот видишь наш один вассал принц феодот против королевы людмилы королева людмила это кто-то наша племянница принц феодот я не знаю это на себя это наш брат принц феодот воюет но если он победит может даже лучше без понятия вообще нам разницы как таковой никакой ладно может поможем этой людмиле что она еще на нас нам там ничего не сказала какие мы плохие или хорошие а но в итоге видишь это все стало нашим они стали нашими вассалами католичество хорватское но не католики так то поэтому особой проблемы нет он ломбардцы что пытается вон смотри ну-ка армия этого как я понимаю принца феодота так оскорбительное обвинение когда великий меня есть свои слова познакомлю себя с письмом что написала королева кайли 1 ряк королева кайли еще написал бы удивление быстро сменившиеся книгу верить ее словам словам федальные налоги перед вашим персонажем уменьшаются всегда верно служили мне недоверие к вассалам что недоверие к вассалам закон одержала на 10 процентов дороже мне не примут то ладно 150 потратим ах недоверие вассалам ай сразу восстание сразу фракция свободы добрый день у нас какая-то непонятная внутренняя война ведется видишь которая у нас зачем-то затянули и было бы очень нехорошо если бы сейчас началось еще какой-то восстань так кстати мы а мы сейчас на какой там стезе мы надолго да то есть у нас заговорщиков еще и минус пять и все равно все так нехорошо ой господи это ужас ничего не дадут абсолютно ни хрена ничего 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 не повысится не повысится у нас новый тетальдо тетальдо патриарх тетальдо что у него за навык там будет там этот кровать у него целебат но не имеет детей целебат и тут у нас по идее а нет у нас она у нас есть претензия потому что это часть герцогства унгор кстати можно претензии еще сделать что тут о богемия распадается а вот это мне уже нравится богемия распадается да и чем быстрее тем лучше на самом деле голос разума новое заседание совета и новый конфликт тайны советников и слав управляющие анна яростно спорят о моем совсем благо каком нафиг боготворительном проекте я не понял поддержать а наши тут получат скорее всего получите слабое мнение давай попробуем великий гнезд потерял потеряли мнение полоцк подвергнется разграблению помочь ему давай помочь поможем отстроиться единственное что мы можем сделать в таком случае это конечно ужасно то что полоцк подвергся 68 кстати сразу сразу а принц киев мертв отлично наш следующий наследник принц терентия что он принц может вы его подрежете ну блин за шо всех сыновей нормальных тупо режет максума тогда подрезали принц киев славяна 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 он должен был объединить всех славяна его бедного мальчика ну все ну что ты вот 100 ну давай алё спасибо ну вот я хочу посмотреть да у нас здесь претензии да вот можно быть сейчас хотя бы пусть чуть-чуть армию так стоять где нас жрут пусть нас жрут крутые парни да хорошо не нас бессловно а кто это вообще подвергается ярл серг где он кто это нет я понял ли фон выше выше кстати вот это тоже ты посмотри у наших границ хала голланд такой стюк у стюк тоже здание 15000 нападает на восточную францию а кстати так они заходят да да но это ж но это ж она распадется при следующем правителе сразу на две части ну да будет осадру скандинавская на какое-то время точно а там восточная франция за того но наверное у него отобрал нет он воюет за королевство именно видишь они за эти земли ну да да они католичество еще нет о так 2000 у нас еще союзник сильно нашли нет виноветы они-то у нас не разочаровались нет 4800 неплохо к нам относится надо воевать пока можем пока эти не приняли ну да уже 1034 год торгнуться в королевство воплощение добродетель нет такого мне далеко краков верхняя селезия слушай тут много нижняя селезия ношу так какая разница придется просто это ближе к нам поехали так в итоге у него 6 кстати надо бы еще подождать а орден наш госпитальеров можно нанять эти вот же наняты как всегда засранцы капец блин пользуются популярностью ладно мы призвем нашего союзника у нас 2300 а за 150 вообще легко при том что у нас 2300 как бы мы столько раз их можем призвать на халяву еще месяц подождем видишь у нас даже палки не восстановились как таковы а они еще и с этим срабатываются восстание почти толку то кто вообще такой принц тиренций ваш сводный брат нормально ни хрена себе ты захотел великая княгиня бургонь а че у нее французская культура как она вообще сюда попала какая нахрен великая княгиня бургонь великая княгиня бургонь но так как вообще она могла это получить от и чего вас ты мне из войной помог она восстает на твой твою налево что с тобой не так жаба блин она у нас есть дочки если что мы знаем как нет я не я не буду не будет никакой свободы сейчас будем воевать блин вот тут как раз сотка то есть победили 6 900 о верность у нас уже истовая вера неистовая бы сказал нас проверок призвать на войну этого дукса надо а еще попробуем она уже 11 суши с его союза только а ну все да это просто вольган комодей муссарт как бы хочется вольган они обороняются от христиан украине были меня почти подумал украине я думал так вольган комодей муссарт или великая польша начиныша не великая польша лэнстер о светлейшая ну не маловато тут вольган комодей а нет уже не оде вольган а вот вольган комодей муссарт как бы шутнула берем там они быстро сейчас справиться с восстанием так ладно нам нужно вывести на свою территорию нужно подхилиться потом будем воевать отлично отлично призываем на войну герцогиня елизавета 7000 у нас так узников можно выкупить таня танюша татьяночка отдай отдай мне десяточку может быть и так сейчас разобьем литовцев которые а чё мы не можем стоять 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 вообще на пофигах наши союзники сейчас поютишь в инвасаде пути в львасаде он разбей наверно по дороге в львасаде ну нет видишь они как они как проскочить нам бы где-то эти восстановить припасы но нигде ж нет нам нужно больше припасов чем у армии подорож в украине ага тем временем хочет независимо себя всю зелену мммм началось ну стала меньше армия все начали восставать ужаса у нас нету а ну вот финальные налоги перед вашим персонажем увеличиваться скорее сейчас мне сразу было понятно как можно уйти ну вот я не заплатил а он еще и налоги увеличил передо мной легчайшее выходит легчайшее но орден мы не можем нанять под эту систему вынимает наших пожертвование чистого сердца он спасибо 50 золота от чистого сердца так а почему 38 а киев заняли это когда киев заняли это кто киев занял супер идем обратно централизация хорошо что нас не захватили здоровый это мой домен да это кстати правда мы бы сейчас проигрывали но там авторитет короны бы упал то есть не смертельно так не будет никакого и он настолько был голоден что себя съел 3800 тут ага сейчас они наших союзников разобрят весело получится оммм лアナ киев киев отвою ну то хорошо в киеве кстати может быть достаточно припасов в киеве может быть достаточно припасов а да в киеве есть в киеве достаточно припас pes в boyfriend на 9300 тогда только вы키ем припасы в киеве это нам очень надо по умgano Сейчас, когда захватывают корсы, мы набираем припасы в Киеве, идём уже заниматься делами. Нам и статуса КВО хватит, надо будет этих популистов разбить. Но с популистами, опять же, спешить можно не спешить, они за целого герцогства воюют. Так что там проблема невелика. Не знаю, можно пытаться армию их раз... О, вот, если выходит, слушай. А вот тут выходит. За нами ещё 11 тысяч идут, так что мы вот этих разобьём вообще легко. Вредители в амбарах. Нашествие вредителей обрушилось на несколько амбаров. Приказать, чтобы священники проявили щедрость. Ну, пусть проявят щедрость, правильно. Нехрен. Проявите щедрость, священники. Милые священники. Трид четыре. На этом мы закончим. Конечно, можно было бы всех посадить, денег содрать, но это очень долго. Прямо в том, что... Ну, не то, что очень долго, но это было бы долго. Да, нам не зачем тратить время, мы можем много чего... Это реально было бы долго. Тут даже никого призывать не будем, сейчас мы быстренько справимся. Наши 9500 против их 4000. Где-то 4200. Сейчас разобьём и не будем париться. Да, вот. А, вот ещё есть, да. Они сами хотят подраться. Так и хотят, или нет. Ладно, давайте мыком. Раз горание идёт к Магомеду, то Магомед пойдёт к горе. Нормально. Нормально. Легчайшая. Легчайшая. Живая легенда. Легчайшая Сигурд. Сигурд может гордиться. Сигурд может гордиться Даней. Рагнарод Брок может гордиться. Так, вот это мы вроде можем захватить, пока его не отхватили другие. За сотку. Why not? Сейчас Венгрия захватит, ещё придётся к нам отдельно войнать. Оно нам надо. Оно вам надо? Оно нам надо, да. Оно нам надо. Вообще-то. Очень даже. Они так быстро растут, до слова взрослые. У неё там уже есть Волган, Камаде и Моцарт. Так, и что, нам хватает на содержание? Нет, 13 тысяч, конечно, тяжело даются. Минус 12 это много очень. Минус 12 это долгую какую-то войну. В долгую не повоюешь. Понимаешь, тут же что важно. Лучше иметь. Надо как-то получше иметь. Ну понятно. Ну мы стараемся. Ты видишь, сколько мы строим? Это очень круто. А я видишь, сколько мы строим. Ты видишь, сколько мы строим? Где имеют? До сих пор сувенское язычество, войну ещё не можем, перемирие. Ада когда перемирие... Нет, не вепсия. Багемия. Ещё три месяца всего, ждём. Ждём и нападаем опять. А я хочу, я хочу опять по крышам бегать, как у пик. Нет. Не бога, откуда ты это берёшь? Обращай в какую-то конфессию. Ну я не знаю, может претензию. Попробуй сделать на что-нибудь, на кого-нибудь. На двор особо не понадеешься. Вышеград. Ага, это... Это Вышеград. Можно попробовать вот сюда сделать. Вышеград. В Венгрии. Мы можем воевать. В Венгрии это внутренний союзник. У них Галецкая Русь союзник. У них все союзники внутренние. Но Агалецкая Русь, очевидно, против нас воевать не будет. Что там с тремя месяцами? Прошли три месяца. Кстати, вообще нет. Не, мы даже если... Давай попробуем. Отправимся в паломничество. Я думаю, то, что нет, не выйдет. Выбирай. Уже везде были. В Иерусалим погоним. Ладно, вот раз я выберу. Были, были. Уже везде были. Пойдем на родину Иисуса. Цареустремленный паломник. Много чести. Практическое паломничество. Дипломатия. Показное паломничество. Давай плюс два к дипломатии. Ну и плюс трасс. Ну стресс это такой... Стресс можно было бы намного дешевле понизить. Паломничество разбойники. Прекратите этот хаос. Ну конечно. Давай попробуем. Где мой меч? Легчайший. Ну как бы все-таки 16. Так, паломничество решительное паломник. Да нет, все равно видишь, что далеко очень. Ну нет. Да, воплощение добродетели. Ладно, нужно денежку подкопить. Но так-то мы можем воевать далеко не всей нашей армии. Приятно вернуться домой. Правда приятно. Домой вернуться всегда приятно. А мы можем воевать не всей нашей армии. Поэтому я так подумал. Не, не малая Польша. Нижняя Силезия. Или Богемия. Ого. Но так-то тут не больше, кстати. Нет, там 8. Тут 8. Раз, два, три, четыре, пять. А там 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь миллиардов. Он был прав. И выглядит побольше, что не маловато. Он был прав. Потому что Краков выглядит... Ну что, Беноветто, мой излюбленный союзник за 150. Ай, вер. И еще за 156 тысяч можно призвать. Как же я вас люблю. Как же я вас люблю, когда можно за 300 престижа призвать воинов почти как твое войско. Ну, по факту как-то вою. Так, я думаю, мы соберем не все. Тут всего 6 тысяч. То есть, по факту, союзники даже могут справиться. А, у них столица вообще вот там. То есть, будет, конечно, проблема. Надо будет занимать все графства. Да не, мы пока все эти графства займем. Там 8 графств они уже сдадутся. Они там воюют. В 3-400. И, наверное, было бы сейчас полезно потихо разбить. Не-не-не, тут силы у нас больше значительно. Какие-то катания. Нет, катания. Катания нам не нужна тоже. Италия нам не нужна. Катания на выжах, да. Катания на выжах. 61. Да. Так, ладно, побежали. Воронство Числав. О, смотри, они там работают. Работают по цели, красавцы. Ну, Вольган Камадей Моцарт. Я знал, что он не только музыку писать умеет. Ай, 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 ай? Да. Кстати, а в каком году родился? Ну, примерно в каком стадии он шел? Всталетесь в семнадцатом или в восемнадцатом? В восемнадцатом, наверное. В восемнадцатом. Это, я думаю. Это тысячу. Думчивый царь, Игорь. Ваша праведная борьба с неверными не осталось... А у меня никогда не было такого. Не осталось незамеченной. Отлично отправлю вам посылать деньгами, которые должны помочь вам в это нелёгкие времена. А, не-не, я не могу принять такой дар. Не-не-не, папа Гонори. Спасибо, спасибо за семьсот. Семьсот. Мы их инвестируем, вон, там, четыре года. Мы их в золотые ворота инвестируем. Приезжайте там, на это... Посмотрите. Приезжайте, да, посмотрите. Которых я. Пройдёт интриги, цель которых я. А, происки прекращены. А, ну, фабрикация была. Я не до конца прочитал. Ну, всё же. Работает, работает, как бы, наш... Интригант. Интригант. Ша. Ша. Лох. Интригант лох. Это ненормально. Рати Борож. Это Чехия, кстати. Ну да. Чехию мы захватываем. Ну да, да, богемия, это Чехия. Современно. Так, нам, как я понимаю, тут всё надо. Ну, давай поближе к ним этот полисол. Ну, конечно, территории знатные такие. Да, много. Веры много. Веры, веры матч. Сейчас бы ещё в восстании не началось. Может, орден какой-то. Уже наняты. Уже наняты. Уже... А они когда-нибудь не наняты? Лёп. Уже наняты. Так что, а как посмотреть, где... Ну вот, там было Великие Митрофаны и так далее. Вот, зажигненные. Да, 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 Веровомный Злодей. Католичество Русское, Бересте. А где у них ставка? Как посмотреть, где у них ставка? Ну вот, да, у них тут ставка, типа... Ужас, уже наняты. Ну, можем госпитальеров менять. Не думаю, так, что что-то... Никто не хочет восставать. Только один это чё? Дуралей. Принц Сирентина, шлодный, брат. Нет уважения к императору. Царю. Да ладно, царю. Ну, не считай, мой император. Ну, не считай, мой император. Ну, русский царь, это так же, как и... Я есть император. Грасса Болонии. Болония нам тоже не нужна. Наверное, сейчас сотка будет. Я надеюсь, было бы очень хорошо. Естественно, нет. Нет, ну, не считай. Тогда Прага. Ну, шо делать. Наши танчики въезжают в Прагу. Может быть, и так. Я когда насмотрелся хойки. Зашел крутанёры, наши танчики въезжают в Прагу. Супер. Наши танчики въезжают в Прагу. Тут наши капельщики въезжают в Прагу. Пражская весна. Пражская весна выходит. И вот мы получаем архитектор. Стоимость строительства всего понижается. Ну, и плюс к управлению. И время строительства, что важно тоже. Ай, на золотые уже хватает. Ну, там сколько? Три года, наверное. Два года. Я думаю, оставим сумму, чтобы сразу начать строительство такого невероятной штуки. Царь Игорь. Наконец-то сможет... Да, вот взяли... Взяли столицу со временем. Да, Сейнкрафт, конечно. Выглядит убедительно. Русь начинает... Видишь, теперь тут какой-то эрбах. Ой. Начинает понемногу превращаться в змею-мордор. Это может вообще была какая-то священная война? Как это произошло? Да, не. Но в итоге Дания всё равно выглядит. Всё равно очень большая. И тут самое интересное то, что видишь, они тут такие здоровые, но у них-то не этого. Они в католичество случайно. Нет, кстати, интересно то, что 1045 год, это Дания гнёт свою линию. Но, конечно, они бы могли реформировать. Тут в этом проблема то, что католичество. Руение хоть и низкое, но католичество, реформированная конфессия. С другой стороны, у них 15 косарей воинов, как бы. Это тебе не шутки шутить. Можно основать священную орден. Ещё. А, давай. Ну ничего, 3 плюс 32. Тевтонский орден. А? Тевтонский орден. Ничего, чем больше орденов, тем мы круче. С другой стороны, эти ордены, в чём прикол, они всегда очень сильно растут, и там плиеры уже 5200. Всё-таки на них можно понадеяться. Да. Ага, тут мы до Баварии дошли. Слушай, опять же, я хочу посмотреть. Объединение славян. А, тут мы, смотри, тут мы уже всё. Тут мы уже всё. Тут вот, вот это надо. Ням-ням-ням. Можем вот так. И потом вкрухыш. Да, мы сейчас их съедим, значит. Вот эти. Ай, католичество. Ну, какое-то... О, славянское язычество. Мне такие нравятся. Славянское язычество. Ну, объявляем. А, то это даже герцог, что ли? Берём. Берём. Так, а тут работают люди, да? Нормально. Я ожидал, что нам надо будет долго всё делать, фабриковать претензии, но в итоге... Не, ну мы потихоньку так работаем. Мы немало захватили. Два раза с Богемией повоевали. Захватили аж 13 графством. То есть, ну, нормально так. Единственное, что... Не, вот это да, там... Там нужно будет искать претензии. Там бы найти, знаешь, у кого-то, чтобы была претензия на этот, на Венгрию, сразу королевство. Вот это было. Тогда, по факту, там вся Карпатия, это Венгрия. У меня вся та же цель. С кем я теперь воюю вообще? С Ангольтом, да? С Богемией? А что за герцог с вами и сыном? Лол. Ну, так даже лучше, слушай. По факту, да. Ну, не по факту, а да. Сейчас разделим войска, разобьём вот тут. Городислава. Мудрый дочь. А кто это на нас выпадает? Скаловское великое вождество Пруссии. А-а-а! Два красота собирают. Которые нам не нужны к нам. М-м-м. А-а-а! Ну, очевидно, что мы их не отдадим. Что мы, кстати? А, так давай орден соберём их. 1400 орден. Я не уверен, что орден их разберём. Так, а госпитальеры есть? Ну, носил 427. А вера нужна, чтобы других завоёвывать. Ты помнишь? Так, а Тевтонский орден... А, нет, тоже. Нет, Тевтонский орден бесплатный. Госпитальеры это же не наши, компитальеры наши. Мне кажется, он разобьёт, если поставить нормального. Вон, Священная война есть. Или этот... Ниже. Или это не Священная война. Козьма. Ладно. Да, разобьём, разобьём. Он нормальный такой, у него 17 дубль. Так, кстати, что мы там делаем? А, ну тут мы тоже убьём влахов. Несомненно, Королева... А, мы не разбили... Стой, помираем. Нет, нет. Так. Сколько войн, сколько осёс, какой битвы! М-м-м-м. Ладно. Ага, 439 уже нанято. Я не хочу тратить золото, потом пойду туда поранить. Пофиг. Я не собираюсь тратить золото на это, если что, вообще... Не знаю. А, нет, за это мы не воюем. А где тут? А, вот. Воронство Котопус. И вот сейчас мы это захватим, Герлиц. Так-то вот мы этих войнов уже можем туда отправить. Может, кстати, даже сейчас выиграем, смотри. Да-да, выиграем, выиграем. Тут прям сражение. На Храполях, но выиграли. Тут прям невероятное какое-то сражение. Так, Герлиц. Герлиц сейчас возьмём. Ну, этих, как я понимаю, по войнам уже всё плохо совсем. Ну и всё, теперь объединим нашу силу. Котбус. Что у них вообще какая-то армия. А Константинополь для нас, для католиков тоже, типа? Ну, там, как собор Богоматери. Да-да. Собор Четокоматери. Ой, да что ж такое? Теперь за другое воюем снова, да? Да нет, вот за это воюем. С примерами. Но вот это отделилось, то отделилось. Всё отделилось. Половина того, за что мы воевали, отделилась. Ну ладно, славянское, зачастую польское. 99. 100. Просто теперь видишь только 2. Ладно, ничего. Коктубус. Кок-кок-коктубус. Ты что смеёшься? Это коктубус. Коктубус. Кок-кок. Кокевич-коктубус. 4 из 4. Что муголицкой Руси. О, какой красавец первого наследия. Принц Томислав. А, он уже Дом Арпад, да? Дом Арпад. В сварище. А, у него родитель. Слушай, это что? Это когда он умрёт, Венгрия перейдёт под нас? Или нет? То есть мы император. Смотри, вот я... Мне очень интересно, кстати, как это произойдёт. Он из Дом Арпад. Но как бы... Или как? Или Венгрия отрвёт у нас Галлицкую Русь. Вот как это будет? Ну да, или Галлицкую Русь. У нас отрвёт, или мы у него... Я вот не понимаю, но Венгрия это королевство. Ну, у него равны. И то королевство, и то королевство. Ммм... Сложно. Дом Арпад. Вот тебе и на прикол. Это ваше здоровье. Танислав. Он ещё принц-морец. Один останется у нас, другой будет пройти в Венгрии. И всё. Хорошо, тогда захватываем это, это, это. Создаём герцогства. Гравство раз. Гравство два. Гравство три. Так, тогда переводим их туда. Берём нашу сотку. Ой-ой-ой. Как всё интересно. Так, хорошо, продолжаем. Тут тоже уже сейчас всё будет хорошо. Ох, да. Не, ну слушай, за эту серию, мне кажется, больше всего, наверное, захватов было. Да, наверное, продвинулись больше, чем за прошлую. Даже. Да, и за позу прошлую. И последнее. Гравство Дреста. Это уже как бы империя, вроде бы Германия. А нет, это ещё Южно-Балтийская. А сколько мы уже собрали, кстати, в Южно-Балтийской? Сейчас. Сорок три всего из девяносто пяти ещё работать и работать. Работать, не переработать. Итак. Зато видишь, что теперь маленькие появились. Да, это очень круто. Следующая серия, мне кажется, мы... Шпрота, Великое... А, не, Великое Польшу. Не, Помирание, Советское Вечество, Советское Вечество Польска. Тут очень много. Маленьких полно. Моравия, но это как бы... Почти всю, наверное, Южно-Балтийскую империю захватил. Да, да. Ну-ка, обороняется. Кого обороняется? А, ну тут война за свободу. Кто? А, ну нет, тут тоже православный. Православик. Есть у нас два ордена. Там плейеры, которые постоянно наняты. И Тевтонский орден. С этим пока ещё мы можем как-то его поиспользовать. В мире какова ситуация? Давайте ещё вам покажем. Кстати, Амия чуть подстал. Ну, хотя это всё тоже эти, с ним воюют. А, тут вообще нет в Испании, да? Всё, в Испании. Да, в Испании нет католичества. Только если крестовые походы какие-то будут. Тут всё разрознено. Католики, англосаксы никак не могут надрать друг друга. Дания вот так вот доминирует. Ну, кстати, Дания после того, как умер тот правитель, и новый стал тут всё... Ну, как бы поэт. Склоны захватили, однако, да, они неплохо. Тут всё плоховато. Но всё равно. Единственное, Русь... Византия и Русь пока стоят. Ага, нападает на Болгарию из... Византия. Византия сильна, и Болгария никак не сможет защититься. Византия съест. Да, москит вряд ли ещё готов нападать на Византию. Византия в этой игре сильна. Хазаря очень слабенькая, но она заняла тут свою мини-нишу. И вот ухидит-передит. Ну да, наверное, самое сильное сейчас. Мы и Византия. Да, мы и Византия, это точно. Мы и Византия. Мы и Византия. Спасибо, что смотрите видео. Ну, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Давайте, пишите комментарии обязательно. Мы готовы с вами говорить. Можем даже, если вы будете писать комменты, захотите, можно даже устроить стрим или что-то подобное. Вроде бы вы подписываетесь на Киев, а комментарии почти не пишите. Пишите обязательно, будем отвечать. Спасибо, что смотрите. И пока. До следующей серии, наверное. Бай-бай. До встречи в Crusader Kings 3.